Предприниматели, открывшие бизнес и занимающиеся формированием собственного бренда, должны знать, как правильно зарегистрировать товарный знак и получить патент. Это поможет защитить продукцию от подделок, подчеркивают специалисты. Как оформить все необходимые документы, разъяснили в ходе семинара, организованного Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области и Национальным институтом интеллектуальной собственности. Олеся Филимонова – учитель английского языка. Женщина открыла образовательный центр, где обучает детей английскому языку и занимается разработкой настольных игр для детей. Предпринимательница подчеркнула важность регистрации товарного знака для успешного развития бизнеса. По ее мнению, товарный знак является ключевым элементом бренда, который способствует его узнаваемости и доверию со стороны потребителей. У меня своя небольшая школа и образовательный центр иностранного языка. Преподаю английский язык для детей, занимаюсь разработкой настольных игр. Данное мероприятие организовано очень хорошо, является огромной помощью для всех предпринимателей, которые только начали свой путь или уже ведут путь предпринимательства. Товарный знак – это лицо предпринимателя и узнаваемый знак для всех, кто будет знакомиться в дальнейшем с продуктом. На семинаре собралось значительное количество предпринимателей, проявивших интерес к вопросам охраны интеллектуальной собственности в бизнес-среде. Эксперты и специалисты поделились своими знаниями и опытом, обсудив ключевые аспекты и стратегии защиты авторских прав, патентов и торговых марок. Помощь предпринимателям мы организуем сегодняшнее мероприятие с участием представителей Национального института интеллектуальной собственности, которые на данном семинаре разъяснят процедуру регистрации товарного знака, географических наименований для получения патентов. То есть в будущем предпринимателям даст право владеть своим товарным знаком и защитит от контрафактной продукции. По итогам семинара эксперты предоставили исчерпывающие и квалифицированные ответы на интересующие вопросы участников и дали консультации.